Здесь строительство идет полным ходом. Стены уникального для нашего региона образовательного учреждения возводит порядка 40 рабочих. Но подрядчик планирует увеличить количество рабочих до 80. Открыть предуниверсарий планирует уже в следующем году. У нас сейчас построен ноль. Мы вышли полностью, сделали гидрозоляцию, полы, перекрыли. Сейчас идет строительство первого этажа. Блок секции А и блок секции Б. Стадия 50% уже сделана. Первого этажа. Готовимся к перекрытию второго этажа. Это сейчас строители наращивают темпы. А зимой в ситуацию пришлось мешаться даже депутату Государственной Думы Николаю Панкову. Современную школу для талантливой молодежи предуниверсарий строит на деньги инвесторов. А инициатором его появления в нашем городе стал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Люди живут в свободной стране. И нужно это понимать. Но для того, чтобы они остались здесь у нас, вот Валерий Васильевич, мы ему помощники. Будем делать все для того, чтобы такие условия появились. Чтобы было приятно молодежи. Чтобы была возможность и самореализации, и, что самое главное, комфортной жизни. Проект предуниверсарий – это два здания общего пользования и сама школа на 400 учащихся, которую планируют создать к лету 2019 года. По словам специалистов, помимо классов в образовательном учреждении будет столовая, большие спортивные и актовые залы, библиотека и современные лаборатории. По образовательной концепции школа предуниверсарий предусматривает подготовку по четырем направлениям. Это современные информационные технологии, робототехнику, биотехнологии и современные медицинские технологии. Предполагается, что здесь будут учиться ученики, начиная с 8 класса и окончательно до 11 класса. Предуниверсарий станет базой подготовки абитуриентов для четырех старейших вузов города. Очередная ступень между школой и высшими учебными заведениями должна еще больше укрепить звание Саратова как студенческого города для всей страны. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.